Солнце днем и минус ночью способствуют вымерзанию снега. За метеосводкой пристально следит главный по паводку Сергей Фролов. О работе своего департамента городского хозяйства он отчитался сегодня. Сколько снега вывезли, как чистят ливневки и как запасаются мешками с песком. Анна Рыбина пыталась узнать детали. Для этого ей пришлось побегать за первым вице-мэром. Это апрель прошлого года. Сильный дождь показал все грехи городской ливневки. А мечи поплыли, причем за считанные минуты. Канализация не справляется и это ни для кого не секрет. Беда города в том, что он развивался и строился в основном в годы послевоенные и военные. Поэтому не до ливневок в это время было. И те ливневки, которые сделаны в новых застройках, они являются такими локальными, они не сведены в общем в городскую сеть. Строительство новой ливневки – это миллиарды рублей, что Омску, конечно, не по карману. Значит, нам впору готовиться к наводнению. Снег вывозят. Доптехнику выделил губернатор, чтобы расчистить частный сектор. Немецкий поселок, который регулярно страдает от паводка, убрали общественники нового города. Коммунальщики заготовили 10 тысяч мешков с песком. Сейчас занялись ливневкой. Крупулезно отнеслись к промывке ливневых канализаций. Мы их пробили ГДМками, мы их пробили горячей водой. На низком старте 13 единиц откачивающей техники. Маловато, считает Валерий Кокорин. Чтобы спасать отдельные дворы, нужны насосы. Нельзя ли создать какие-то оперативные бригады, штук по 10, что ли, в каждом округе, и из фонда непредвиденного ЧАЭС закупить насосы, чтобы они поработали эти 2-3 недели? Это же чрезвычайная ситуация будет. Депутаты предложение поддержали. Фролов скептически заметил. Даже если мэр одобрит идею, пока пройдут торги, паводок закончится сам. Валерий Михайлович, я услышал все, с мэром обсужу, вас наберу, вам доложу. Эти меры нужно было предпринимать заранее. Сейчас об этом же депутаты просят жителей. Все будет зависеть от самих жителей. Есть оперативный телефон, есть оперативные службы. Надо просто необходимо обращаться. Меры будут предприняты. Необходимая техника и у администрации города, и у МЧС имеется. Надо просто вовремя обращаться. Никогда все это затопило уже выше крыши. Ливневки ливневками, но проблему талых вод надо решать по-другому, глобально, считает депутат Николай Чираков. Снегоплавильная установка, если ее там ставить, можно использовать местные ресурсы. Вот мы сегодня предложили Сергею Петровичу Фролову, что посмотрите, может быть, их тоже попользовать надо. Ну, возьмем ТЭЦ-5, о чем как раз был разговор. Ну, говорят, вот, ТГК-11, это частная интегрированная компания. Ну, так и давайте членное государственное партнерство и здесь будем делать. Экономическую эффективность такого предприятия еще предстоит рассчитать. Тем не менее, депутаты поддержали инициативу. Своё мнение по поводу снегоплавильной установки в частности и паводка в целом господин Фролов оставил при себе. Прогноз погоды, вероятно, испортил настроение Сергея Петровича. До плюс 11 синоптики обещают уже на следующей неделе. А это своего рода экзамен для чиновников. Резиновые сапоги готовят Анна Рыбина и Максим Мартынов.